Беларусь-3 Беларусь-3 Здымки фильма проходили у сокровику 1961 года. Зимовую натору здымали у Мурманской области, где была побудована украинская вёсочка. У массовых здымках узяли удел местовые жахары. Они стали первыми глядочами картины у местовом Палаце культуры. Позволь мне посидеть возле... Что, что? Постоять возле тебя. калий вечер темная провести его хочется ярко запрашаем убил тяж филармонию тут вроде мюзикл для детей 12 месяцев композитор ханна козлова для святочной атмосферы напередать николяда у пропонуем паглядзеть стушку приходь снями не паглядзеть у завтрашнем эфиры беларусь 3 у 21 15 перед новым годом в окна верезарная города светятся шматкаляровыми ёлочными огнями здаецца што за кожным зыг чакают новогоднега выгананья жаданью для силуэта пажылой кабетвы за адным звукном старой московской хаты сусэдзи по двары прозвучаэліся як дача гості незменнага Софья Ивановна ўжо 10 гадоў не ўстаецца свого кресла целыми днями гладите в окно лепец паперы фигурки слуха и дыкинса и кого читая ёю слых одиная дачка махчыма гэтай кабеты провели б у двох яше немало тихих подособленных годов у своей утульной квотэры калип у новый год не почалися самые совправдные новогодние отсюда боже мой боже мой я чувствую себя молодой и счастливой та не как давно у нас доме не было роз что ты стоишь с ними согри пальто иди на кухню мы пока побеседуем садкованне амаль скончылесе надышоў час в адвесці вынікі уже шмат гадоў головная ёлка краіны не перестаец дзявляць и тешыць вялікіх и малінкіх глядачоў новымі уражэнямі не ставу выключэнням і гэты год патрабязнасті прападзею ў нашым репартаже вось ўже 20 год добрачынная акція «Нашы дзяти» аб'ядновывая тысячы добрых серцов па ўсёй Беларусі які ў новогодній час выконвайць запаветныя жаданні дзятей масштабны праэкт стартаваў 9-го снежня кераўнікі рэспубліканских дзярж-органав, мясцовых выканавчах камітэтаў наведваюць дзятячы інтернаты, бальніцы, апякунскіе сім'і, каб павіншаваць дзятей з новым годам галуўна ёлка краіны – кульмінація добрачыныя стафэты свята дарослые рыхтуюць амальгот зімовая шоу пачынаецца яшчэ ў фае малой залы дзяся рот ярких декарацый дзяти долучаюцца да святочныя митусні далей сучасная гісторая пра амбіцыёзную іскрынку, якая хоча стаць новогоднім фейерверкам і даказывая, як важна прыходзіць надапамогу імець каманду верных сяброў Што год ёлку наведвая більш за две тысячы дзяті з ўсёй краіны ад самых маленькіх ўдзельнікаў свята да пераможцаў школьных олимпіяд і выхаванців інтернатаў Музычная імпреза з шаровными героями гэта вісялось с карагодамі, піснямі, танцамі і падарункамі і, як ў любой казцы, нагэлоўна ёлца краіны над злымі сіламі абавязкова адрымлівая перамогу дабро Музычная імпреза з шаровными героями гэта вісяць празнакаміту дзіканьку Гогаля У ператкалядны час ночы багатая на прыгоды, жарты іцюды а ў дзіканца сцінічныя не ашчы уражуваець своёй театральны фантастычнастю Бакула лётае ў Петцербург на ракеце казаки сядзяць папросто на даху палаца катярыны другое, а чорт чытае самого Гогаля Усё гэта стваряець вяточнопрыгудніцьку атмосферу, якую можна чуць не толькі ператкалядамі Здымочная група нашого канала высвятила шмат цікавых падрабязнастей про падрыхтолку і проведення спектакля Не пропустіці ў ефіры У Багаборніцкі часы унікальныя експанаты на релігійну тэму знішчалі Тому зараз фонды музея папаўняють сучасными народными рамёствами На прыкладах, гэта азорка – один з самых важных атрибутаў калядуўщыкаў Калядна азорка выконвалася ў некалькіх народных тэхніках Салома плятенні і вэтінанка У калекцій музея – житний аксесуар В центре всегда располагалась обязательно библейская композиция Так они прославляли большой праздник рождения Спасителя И вместе с тем каждому дому, каждому хозяину желали много хорошего в наступающем новом году Универсальна наша белорусская ржаная соломка Её сами выращиваем, купить, как правило, в нашей стране нету Разве что у мастеров, каждый заготавливает для себя Я, например, сею, жну, обрабатываю И таким образом ест материал Вялікую колекцію національна гамастацкага музея Складаюць вырытованная пачас експедицы іконы Пакланенні пастухов – одна з їх Прыклад алтарного живопису выявили у костелі известування кляштара ордена святой Бригитты у Гродні Сюжетный образ, выкананый на древі, пасля рестаураційных майстернях, пополнюю тематычную выставу Относиться непосредственно к Рождеству Христову Иллюстрирую тот момент, когда в Вифлееме по путеводной звезде пастухи узнали, что родился божественный младенец И пришли навестить его Это один из фрагментов, состоящих из девяти частей, который был найден в свое время, в 60-е годы У калядной освяты у вечера починала ходить так званая каляда – молоть у костюмах и з масками звяроу на тварах У фондах музея заховалась и национальная обрадовая оденья калядущиков, адметной рысы, яких з'является белорусский орнамент У экспозиции и маски пероопранутых, у техницы – соломоплятенья Далее в программе «Галерея славутых именинник» И начинаем мы ее сгиншаванием режиссеру кино и театра, письменнику и публицисту Владимиру Орлову Сегодня киномаэстро исполняется 78 годов Его дебют в кино отбылся еще в 6-годовом взросле Это был маленький эпизод кинохроники, який вызначил творчу лез будущего режиссера А профессийный шлях у кино Владимир Орлов Пачинал помощникам режиссера у знакомитым фильме «Миколка Паровоз» Далее на экранах заявились одразу некольки стужек Сырот яких – «Уся Королевская Радь», где Орлов працаваў другим режиссером Сегодня этот фильм отличается классикой белорусского игрового кино А в 1999 году на белорусском телебачене Отбылась премьера одного из первых айчынных сериалов 33 серийного фильма «Проклятый утульный дом» Так само в этот день, 55 году тому, з'явіўся на свет знакомитый солист балета, режиссер и хореограф Народный артыст России Андрес Лиепа Сын народного артыста СССР Мары Салиепы Пачаў свою танцевальну карьеру ў 1980 годе на сцене Великого театра России У 1988 годе ён стал першым советским танцором, якому Урад официйно дазволюў працаваць ў замежной трупе Тады Андреса ёгу партнёрку Ніну Ананяяшвілі запрасіли ў трупу нью-йоркскага балета Далі были гастролі ў многіх країнах свету І сёння складано назвать балетную пастановку, якой Андрес Лиепа ніколі не танцеваў бы гадучуў парту Далі ў калейдаскопі імя артыста, аддукація якога складаўт толькі пяць класов пачатковой школы А леш пирадым здымаюць капялюш метры, эстрады і кинематографа 79 гадоў сёння спаўняецца итальянскаму співаку, компазітору, актёру і режиссёру Адрияна Челентана Будучі гені сцены нарадзівся ў беднай селянскай сям'ї, каб да памакчы батькам кіну ў школу ў 12 гадоў І пайшоў працаваць ў майстырню гадзіннікаў Тады ж пачалося ёго захаплэння музыкай і эстрадны конкурсы, якія зробіліць співака папулярным Челентана адным з першых пачаў выконуваць рок-н-рол і рэп на итальянскай мове Сёння ў яго репертуары пісні самых розных керункаў Аддыска і електронікі до блюзу і романтычнаго ропу І ашшэ больш папулярным Челентана зробілі фільмы, дзі ён был не толькі актёрам, але і режиссёрам Сценаристам, компазіторам і выконавацць ў пісні У нашай країні склада назнасті глядача, які б ніколі не бачу ў фільма ў греф ці бінга бонга У столичным баре падыходзі до конца праект акція «Ананимас Интертеймент» Яна організавана галерею сучаснага мастацтва «Артпорт» Про проект, про выники, про реакцію глядачоу расскажет куратор проекта Марина Газанфары Адуцкевич Здравствуйте, Марина! Два с половиной месяца длится проект «Ананимас Интертеймент» Достаточно необычна идея на глазах зрителя создавать и трансформировать арт-объекты На самом деле необычно, но только в масштабах Минска Потому что, допустим, Европа или США уже в этом живут давно До этого, пару лет назад, в Минске по инициативе самих художников Какие-то такие акции уже пару раз проводились Поэтому эта идея понравилась нам Додумали эту идею и создали из этого действительно такой экспериментальный творческий проект Получается, я прихожу в бар и вижу, как художники на моих глазах создают какое-то произведение Абсолютно верно Каждый вечер? Которые создавали иллюзию многослойности Иллюзию многолетнего трансформации стены Они делали какие-то свои теги Тут же они друг дружку закрашивали, писали поверх То есть это элемент такой уличной культуры То есть абсолютно в непринужденной атмосфере Люди общаются, пьют напитки И художник работает Каким будет результат, не знает никто Вероятно, даже художник В своем проекте вы заявляете долой анонимность А каким образом проект работает с анонимностью? В этом проекте мы раскрываем ее, опять же, с нескольких сторон Первая сторона – это то, что личность художника, как правило, для зрителя анонимна Второе – анонимен сам процесс, как создается работа В этом проекте мы показываем, как это происходит И третий проект, если вы заметили, то сами исходные работы обезличены В них не читается какая-то личность, потому что скрыты глаза Трансформируя работу, изначально обезличенную, художник превращает ее вообще во что-то другое И получается снова какая-то анонимная, непонятная субстанция Очень многие люди скрывают свою сущность Даже не пытаются ее раскрыть, потому что у них есть возможность Они могут в сети придумать себе какой угодно образ Навесить на себя какие угодно маски Трансформируя себя и быть тем, кем он является Понимаете? Вот такую глубокую мысль мы пытались передать Коль у проекта был старт, соответственно, должен быть и финал Каким он будет? Идею финала мы сейчас держим в секрете Но я могу пообещать, что это будет очень интересно и ярко Спасибо, Марина, и ждем финала проекта И по кругу это все, что мы поспели вам рассказать Познавайте больше разом с телеканалом Беларусь Крым И до встречи у эфира Субтитры подогнал «Симон»